День Пионерии 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 представляли собой несколько видоизмененную скаутскую символику. Красный галстук вместо зеленого, белая вместо зеленой блуза. Скаутский девиз «Будь готов» и скаутский же ответ на него «Всегда готов». От скаутизма в пионерской организации сохранились игровые формы воспитательной работы с детьми, организация детей по отрядам, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики, например, три лепестка лилии скаутского значка в пионерском значке заменили три языка пламени костра. Три конца, ставшего красным пионерского галстука, стали означать три поколения пионеров, комсомольцев и коммунистов. На протяжении 1922 года возникают пионерские отряды в целом ряде городов и селений в Москве, в Петрограде, в Ставрополе и других. В октябре 1922 года Пятый Всероссийский съезд комсомола постановил объединить все пионерские отряды в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». 21 января 1924 года, в день смерти Ленина, организации было присвоено имя Владимира Ильича Ленина, а в марте 1926 года установлено официальное название «Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина, сохранившиеся за организацией до конца ее существования». Первоначально пионерские организации создавались при предприятиях, учреждениях и в деревнях. В 1929 году началась перестройка организации по школьному принципу – класс, отряд, школа, дружина. Всесоюзная пионерская организация объединяла в Советском Союзе республиканские, краевые, областные, окружные, городские, районные пионерские организации. Основой организации являлась дружина, которая создавалась в школах, детских домах и школах-интернатах при наличии не менее трех пионеров. В дружинах, насчитывающих более 20 пионеров, создаются пионерские отряды, объединяющие не менее трех пионеров. Отряд, насчитывавший 15 и более пионеров, делился на звенья. Чаще всего пионерские отряды объединяли учеников одного класса, а дружины – учеников одной школы. Всесоюзная пионерская организация руководилась Всесоюзным Ленинским Коммунистическим Союзом Молодежи или ВЛКСМ, который в свою очередь контролировался Коммунистической партией Советского Союза – КПСС. Комитеты комсомола обеспечивали пионерские дружины кадрами старших пионерских вожатых, осуществляли их подбор, расстановку, повышение квалификации и воспитания. Высший орган дружины отряда «Звена» – пионерский сбор. Сбор отряда принимал школьников в пионерскую организацию. Предлагал Совету дружины рекомендовать достойных пионеров в ряды ВЛКСМ. Планировал работу, оценивал деятельность Совета отряда «Звеньев» каждого пионера. Сбор дружины избирал Совет дружины. Сбор отряда – Совет отряда. Сбор звена – Звеньевого. Советы дружины и отрядов выбирали председатели Совета дружины и отряда. Формой самоуправления пионеров являлись пионерские слеты, которые проводились раз в пять лет, всесоюзные и республиканские, или один раз в два-три года – краевые, областные, окружные, городские и районные. Городские районные советы пионерской организации создавали пионерские штабы из представителей всех пионерских дружин города. В городских штабах собиралась наиболее активная часть пионерской организации и ее самая деятельная элита. Год образования пионерской организации стал годом начала новой эпохи в жизни многих детей. После 1922 года быть пионером стало так же почетно, как быть комсомольцем. Да и попасть в комсомольца, не побывав пионером, позднее стало практически невозможно. Постепенно пионерская организация стала неотделима от социальной жизни страны. В пионеры принимали детей от 9 до 14 лет. Осуществлялся прием индивидуально, голосованием на общем совете пионерского отряда. Вступивший в организацию на линейке приносил клятву пионера, затем ему повязывали красный галстук и вручали пионерский значок. Обычно церемония проходила в местах историко-революционной памяти, в период коммунистических праздников, например, у памятника Ленину 22 апреля. Торжественное обещание или клятва пионера имела регламентированный текст, который заучивался вступающим наизусть. Во время принесения клятвы пионер называл свое имя и клялся, вступая в ряды пионерской организации, перед лицом своих товарищей, любить свою родину, жить по заветам Ленина и соблюдать законы пионеров Советского Союза. Устав пионерской организации, он же закон пионеров, должен был соблюдаться беспрекословно. Он был не особенно длинным, и его легко можно было выучить наизусть. Согласно уставу, пионер должен был быть предан коммунизму, партии и Родине, готовиться вступить в комсомол, равняться на героев труда и войны, чтить память погибших бойцов и быть готовым самому стать защитником Родины, быть лучшим и в труде, и в спорте, и в учебе, быть верным и честным товарищем, который всегда защищает правду, быть вожатым, октябрят и их товарищем. Гимном пионерской организации служил «Марш юных пионеров». Эта советская песня была написана специально для пионеров в 1922 году. Авторами марша стали поэт Александр Жаров и пионист Сергей Кайдан-Дешкин. Некоторые строки из этой песни знакомы даже тем, кто никогда не был пионером, например, «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих». Как у любой организации, у данной также были свои атрибуты. Символы пионерской организации были призваны вызывать уважение. К ним относились пионерский галстук, значок, пионерское знамя, горн, барабан. Пионерский галстук олицетворял собой часть пионерского знамени и был обязательной частью формы. Три конца галстука обозначали прочную связь трех поколений – коммунистов, комсомольцев и пионеров. Завязывался галстук специальным узлом. Значок также был обязательным символом пионерских организаций в школе. В 1962 году был принят последний образец значка. В центре пятиконечной звезды – профиль Ленина. Под ним девиз «Всегда готов» – «Над звездой три языка пламени». Пионерское знамя представляло собой полотно красного цвета с изображением пионерского значка и девиза. Знамена были не только у пионерских отрядов, но и школьных классов. Отрядный флаг олицетворял честь и сплоченность ребят. Служил для обозначения принадлежности к пионерскому коллективу. С этим знаменем дети выходили на парады, линейки, сборы, экскурсии, походы и даже на трудовые дела. Нес полотно флаговый, который шел за вожатым впереди барабанщика и гарниста. Горн. Без этого атрибута невозможно представить пионерскую жизнь. Этот музыкальный инструмент служил для подачи различных сигналов. Должность гарниста была очень почетна. На нее назначали самых ответственных и проверенных ребят. Шел гарнист сразу же за флаговым. Барабан – второй по значению музыкальный инструмент пионеров. Необходим был во время шествий, походов и парадов. Барабанщик исполнял дробь и марш, а также помогал выполнять основные строевые приемы. Неотъемлемым атрибутом пионеров являлся салют. Салют – это приветствие пионеров. Поднятая чуть выше головы рука демонстрировала, что пионер ставит общественные интересы выше личных. Пионер отдавал салют, находясь в строю или вне строя при исполнении гимна Советского Союза. При ответе на пионерский девиз, по команде равнение на знамя, равнение на флаг, у памятников Ленину, у памятников и обелисков павшим героям, а также при сдаче рапорта, при смене караула у знамени, при объявлении благодарности перед строем, при награждении. На параде линейки, проходя мимо трибун, пионеры выполняли команду смирно, с равнением направо или налево. Деятельность пионерских организаций была направлена на помощь комсомолу и взрослым. Сбор металлолома и макулатуры, участие в смотре строя и песни, участие в Тимуровском движении. Пионеры участвовали во всесоюзных спортивных соревнованиях «Кожаный мяч», «Золотая шайба», проводили спортивно-военную игру «Зарница», командные игры с мячом «Пионер-бол» и «Снайпер». Также пионеры входили в ряды юных помощников инспекторов дорожного движения и в юношеские добровольные пожарные дружины. Были юными натуралистами, организовывали «Зеленый патруль» и «Голубой патруль», занимаясь охраной лесов и водных ресурсов. Во время Великой Отечественной войны, страшной беды, постигшей весь советский народ, пионерская организация не осталась в стороне. С момента объявления о начале войны пионеры во всем старались не отставать от взрослых и помогали бороться с врагом не только в тылу, но и на фронте. Многие дети присоединялись к подполью и партизанским отрядам. Пионеры становились юнгами на военных кораблях, разведчиками, помогали укрывать от вражеских солдат раненых, приносили провизию партизанам, действующим в лесах. Детей редко воспринимали всерьез, поэтому им легче было пробраться через оградительные отряды или разузнать секретную информацию. Однако не всегда боевое задание оканчивалось для детей благополучно. Так посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза Зене Портновой, Лене Голикову, Вале Котику и Марату Козею. После окончания войны имена погибших детей были вписаны в официальный список тех, кто получил звание пионеров-героев и правительственные награды. История пионерской организации в послевоенное время была так же тяжела, как и история всей страны. Необходимо было восстанавливать разрушенные города и села, фабрики и заводы. Пионерские организации и здесь находили применение своим способностям. Дети собирали металлолом, макулатуру, занимались посадкой зеленых насаждений. На сельские пионерские отряды легла сложная задача. Они выращивали домашних птиц и кроликов, помогали убирать урожай. Лучшие из маленьких тружеников были отмечены различными наградами. Пионерская организация имела свои периодические издания, журналы «Пионер», «Костер», «Вожатый», газету «Пионерская правда», которая выходила с 1925 года. Ей, пионерской организации, принадлежали дома и дворцы пионеров, первый из которых был открыт в 1923 году. Большинство пионеров проводило школьные каникулы в пионерских лагерях. В Советском Союзе функционировало до 40 тысяч летних и круглогодичных пионерских лагерей, где ежегодно отдыхало около 10 миллионов детей. Существовала их своеобразная негласная иерархия. Самым известным из них был всесоюзный пионерский лагерь «Артек», имевший международный статус, образованный в 1925 году в поселке горного типа Гурзуф в Крыму. Второе место по престижности занимал всероссийский пионерский лагерь «Орленок» в Туапсе в Краснодарском крае. Третье место занимал всесоюзный пионерский лагерь «Океан» во Владивостоке в Приморском крае. 1 октября 1990 года на 10-м всесоюзном пионерском слете в Артеке делегатами было принято решение о преобразовании единой пионерской организации в Союз пионерских организаций Федерацию детских организаций СПО-ФДО. Союз пионерских организаций был зарегистрирован в 1992 году как негосударственная общественная организация, независимая от политических партий и движений. А в 1991 году после запрета КПСС прошел чрезвычайный съезд комсомола, объявивший историческую роль ВЛКСМ «Исчерпанный», распустив на съезде комсомольскую всесоюзную организацию. Вместе с тем прекратила и существование всесоюзная пионерская организация имени Ленина. Официальных правоприемников она не имеет. После распада Советского Союза и самороспуска ВЛКСМ имущество организации было изъято. В регионах дворцы пионеров были перепрофилированы в дома детского и юношеского творчества, перейдя в собственность муниципалитетов. Подавляющее большинство пионерских лагерей были преобразованы в частные турбазы и пансионаты. В 2015 году указом президента России Владимира Владимировича Путина в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения была создана организация «Российское движение школьников», которая использует организационную форму пионерского движения. Членство в ней является добровольным с 8 лет. История пионерского движения укладывается в неполные 70 лет деятельности, но за это время на его счету немало славных дел и свершений. Самой главной заслугой является то, что пионерские организации способствовали воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к родине. Пионеры с ранних лет учились коллективно решать многие вопросы своей жизни. Интересно с пользой проводить время, заботиться о людях пожилого возраста, помогать младшим товарищам. Сегодня бывшие пионеры с теплотой вспоминают свое пионерское детство. Для них 19 мая навсегда остался днем пионерии, светлым и ярким праздником.